Друзья, второй, если помните, логический ряд у нас выглядел вот как. 1792-2012. Явно, учитывая двойки на конце и того и другого числа, какой-то юбилей. Юбилей гильотины. Казалось бы, да? Но что здесь отмечать? Гильотина, это на самом деле целый цивилизационный символ, как минимум, французской революции. Мы хотим поговорить с нашим гостем чуть шире, потому что он руководитель музея. Как это называется, Леха, ты знаешь? Это называется музей телесных наказаний. Валерий Переверзев у нас в гостях. Валерий, здрасте. И он идет не с пустыми руками, и это, если честно, садика отравляется. Здравия желаю. И это не торт. Здравствуйте. Мы просим сейчас убрать от экрана беременных женщин и детей. Вам вот сюда вот прям устраиваться. Нет, 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 оставьте, пожалуйста. Оставьте, пожалуйста, в Древнем Риме так пытали. Ну, сразу, да, перейду к делу. Это символ телесного наказания. То есть это как раз римская плетка, сделанная из полового органа быка. Ах, спасибо. Немножко неожиданно. Почему именно из этого материала? Потому что она как раз вот... То есть что такое телесное наказание вообще в принципе, да? Из каких ингредиентов она состоит? То есть это причинение физической боли, это унижение человека и клеймение человека. То есть помните, мальчишка не мог искупаться в реке, потому что вчера был выпорот отцом. То есть вот женщина в черных очках на работу и так далее. То есть этой плеткой весьма болезненно, если ударить по лицу, она оставляла характерный след косы на теле или на лице, да? Ну и, естественно, быть римлянину, быть избитым плетью, сделанную из полового органа быка, это, в общем-то... Это то, что... Сейчас мы, к сожалению, или к счастью, после такого сделаем небольшую паузу. Да, буквально, вы успеете положить спать детей. И вернемся к этой теме и более в расширенном формате. Не изучай, не изучай, так быстро. Друзья, все, прерываемся, смотрим угол в Вести Плюс и возвращаемся. В Вести Плюс и возвращаемся на профилактику. Друзья, это программа «Профилактика». Анатолий Кузьевич, Алексей Поляков, Илья Савельев. В гостях у нас сегодня Валерий Переверзев, руководитель Музея телесных наказаний. А Анатолий в руках держит... Дыхание перехватило? ...плетку, сделанную из фалоса быка. Немного, немало. Из одного, кстати? Из нескольких. Там несколько жил, скрученные между собой, около двух-трех лет изготавливают эту плетку. Почему? Кстати, Муссолини, когда был у власти, он заменил полицейскую деревянную дубинку у итальянских полицейцев, полицменов, да, на вот подобные плетки. Ну что, серьезно? Да. То есть в этом был еще какой-то, как бы, ритуальный акт, символический? Обязательно. Во всем есть символизм, во всем есть ритуальный акт, вот во всем, абсолютно. Нужно... Все пропитано символизмом, все имеет знаки, нужно просто уметь их читать, вот и все. А что у вас еще есть в коробке из-под пиццы? Кроме пиццы. Кстати, вы знаете, есть один предмет, времени у меня не очень много, и я целый грузовик с собой привез разных экспонатов. Некоторые не пустили сюда просто. Ну да. Ну, не из-за того, что нельзя показать их в эфире, да, просто они по габаритам не заходили в дверь. Есть одна такая штука, весьма интересная. А, так вы вот чем занимаетесь. Да, я просто хотел бы просто опробовать себя в качестве римского религионера. Так, какая? Я никогда не видел, как ей бьют. Покажите, пожалуйста. Ну ладно, вы не пользуетесь быту, там... Вообще, это музейный экспонат, так что... А это, кстати, тоже. Поэтому я и не... Там, кстати, у вас на бизнес-подобедах мы больше не будем. Вот так все, да. Это опасно. Но, тем не менее, она выдержала, так сказать, испытания. Так. Дело в том, что музей вообще, да, то есть, это еще... То есть, в чем его задача, да, в чем его месседж такой, да, то есть, это некий перформанс, это, может быть, какое-то представление, которое направлено на то, чтобы неодушевленные предметы заставить говорить, то есть, заставить людей думать, да. Это могут быть предметы не совсем обычные. Вот я недавно сделал такую картину и вот принес вам часть ее. Скажите, что это? Вот скажите. Это зерновый венец. Да, это сказали вы, но я это сделал из колючей проволоки, всего-навсего. Ну, образ-то узнаваем. Вот это и есть сила искусства. Когда я вам показываю абсолютно бытовой предмет, скрученный просто по определенному, так сказать, на, я не знаю, вектору, да, вот так, да, и вы узнаете в нем вообще другое. То есть, вы узнаете в нем что-то символичное. Не надо, не надо, не надо. Нет, нельзя только чувствовать. Да, вот картина состояла из этой колючей проволоки, скрученной вокруг, и называлась она «Ко второму пришествию готовы». То есть, это вот такой современный степ о том, что какие мы все добренькие, какие мы хорошие, да, но когда дело доходит до появления какого-то действительно человека, несущего в этот мир что-то светлое, мы готовы его заплевать, если от него не пахнет коммерцией, растоптать и одеть ему на голову все, что угодно. Да, это пример нашего мира. Ну, и в коробке с карандашами, скажем так, два вот таких вот металлических предмета. Ну, они, в общем-то, весьма не страшные, но это очень-очень крутые вещицы, и я ими очень дорожу. Это первые наручники, которые появились в России. Ой, давайте Лехи наденем. Это первые наручники, которые появились у нас. Вот они, пожалуйста. А, кстати, акселерация-то на лицо, на моем запястье-то это сойдется. Это было не в средние века, это был 1897 год. А можно попробовать, да, откройте их? Пожалуйста. Но там ключ есть. Ключом можно... Да, точно, есть же ключ. Да, ключом. Причем ключ устроен таким образом, что его нельзя до конца выворачивать. Он выворачивается до половины. То есть, если... Ребят, задумайтесь, 1897 год у нас появляются наручники. До этого только кандалы. То есть, в чем различие? Кандалы для этапирования и содержания заключенных. Тяжеловая. Наручники это, ну, как сегодня называют, спецсредства. То есть, именно для оперативных действий для каких-то. То есть, до 1897 года в этом не было просто необходимости. Вот и все. То есть, сегодня наручники, по большому счету, как спецсредства, использующиеся, допустим, сегодняшними полицейскими, да, это тоже ведь телесное наказание, но которое применяется еще не приговорив вас ни к чему. То есть, полицейский, условно говоря, останавливает вас у метро, предлагает вам показать ему там ваш аусвайс, да, вы при себе его не обнаруживаете. Он что делает? Он тут же пристегивает вас наручниками там, условно говоря, к батарее, да, вот это. Вот и все. Вот вы уже и жертва. И сегодня общество это не осуждает. Вот здесь у меня, это ведь тоже наручники, причем, ребята, сейчас вы будете держать в руках невероятно уникальный экспонат. Это вот так, да? Невероятно уникальную вещь. В этих наручниках ввели на Макси процесс в 1986 году. В Италии состоялся впервые в истории человечества суд над главарями мафиозных кланов. То есть, там 400, там с лишним, там 474, по-моему, главаря мафиозных кланов были обвинены. И в Палермо, да, устроили целое там, так сказать, судилище такое, был построен бронированный ангар. И вот этих мафиозов ввели на, так сказать, на процесс в наручниках. Вы понимаете? Потом их всех почти оправдали. Там 10 человек получили сроки, но они сидели там, боже мой, неважно. Но главное, что их ввели в наручника. В каких наручниках, привязанных между собой цепью. То есть, о чем я хотел сказать? О том, что эти наручники, как и любые другие предметы пыток, казни, телесных наказаний, это социальная реклама своего времени. То есть, это билборды, если хотите. То есть, они нужны для того, чтобы наказать одного и в страхе держать уже сотни других. Хорошо, друзья, давайте ненадолго сейчас живемся, а потом вернемся уже свободными. Нужно его, вы его половину перекрутить. А, перекрутил, да? Да, да. Он чуть-чуть, раз. Опа! Валерий Переверс, у нас в гостях музей телесных наказаний. Анатолий сейчас забыл. А мы хотели... Ну вот, это все-таки атрибуты истории. Да. Вот про современность. Есть вот что-то, не знаю, нетипичное? Что вот останется... Вот если через 200 лет будет вот такой же музей, или ваш просуществует, дай бог, что будет там? Хороший вопрос. Я думаю, что... Так, ну давайте, я не был готов к такому даже вопросу. Что будет там? Знается, фраза сразу из последнего бойскаута Бриса Уиллиса. Хочешь сделать мне больно? Поставь мне рэп. Поэтому рэп, друзья, рэп – это пытка нашего времени. Слушайте, что будет там, да? Какой у вас на данный момент самый свежий экспонат? Ну, по крайней мере, время покажет, что будет там. Ну, наручники, естественно, современные наручники, да? Вот к вопросу о том, что задают постоянно, да, про каблуки спрашивают, про паяльники, про скотч. Вот сейчас эта бутылка шампанского с ума просто сводит, значит, все обязательно задают этот вопрос. То есть я не коллекционирую приспособления... Которыми делают людям больно. Да, при помощи которых маньяки уничтожали своих жертв, да, там. А то, что касается сегодняшнего времени... Что билборд? И, кстати, вообще самый лучший вопрос, который мог бы мне кто-либо задать на сегодняшний момент. Ребята, респект. Кстати, слово респект появилось в 1649 году, впервые в России. В положении царя Алексея Михайловича, ей-богу. Когда посмотрел, нормально его делали. Да. А плача благодарил. Значит, то, что касается ответа на этот вопрос. Сегодня в России Государственная Дума ввела членовредительные телесные наказания. Я говорю о кастрации педофилов. То есть там и химическая кастрация, и хирургическая кастрация педофилов. То есть сегодня мы с вами отброшены в вложение, то самое, о каком я упомянул, в вложение царя Алексея Михайловича 1649 года. Ребята, сегодня на дворе 17 век. Начинается. Понимаете? Станислав Ежелец. У каждого века свое средневековье. И вот к вашему вопросу. Чем будем отрезать педофилам приспособления, которыми они совершили преступление? Ну, во-первых, инъекции, скорее всего, образцы. Так. А если говорить про... То, не знаю. Но если есть, то есть... Речь о химической кастрации. Речь идет и о хирургической кастрации, в том числе, вслед за химической. Но скажите, есть ли логика, например, педофил насилует... Педофили вообще чудовищное явление не только нашего времени, а и средневековья, и любого времени. К этому относились всегда негативные. Но, секундочку, мой сосед, который на газели сбил детей насмерть, ну, девочке удалось выжить, а мальчику нет, он их не насиловал, он их просто убил, потому что он имеет привычку пить водку и ездить пьяным на газели. То, по логике, ему нужно отрезать ногу. Вы понимаете? Ну, по этой, да. По этой, да. Которую он давил на газ. Извините, пожалуйста. Просто это отдельная, очень серьезная тема. Мы это обсуждали. Что, по идее, вот по этой логике, если ее, так сказать, довести до абсолюта или до абсурда, каждый из нас здесь сидящих, и операторы тоже, надеюсь, никого не забыл, и множество людей, которые сидят сейчас, наши аппаратные, не считая тех, кого я считаю своими друзьями, товарищами, приятелями, коллегами, у всех у нас есть орган, внимание, преступления. Круто. И как бы, да, имманент нам присущий. И по этой логике, ты можешь ходить по улице с бутылкой шампанского наперевес, вот так вот. Ну да. Это подозрение. И по этой логике, да, его тоже надо на всякий случай что-нибудь делать, поэтому нет. А вот здесь, я согласен. Вот такие экспонаты и будут в музее через 200 лет. Ну вот еще раз про музеи, где находятся, потому что у нас, к сожалению, очень ограниченный формат, ну вот, я лично сам бы сходил, потому что очень... Приходите, конечно, конечно, очень все скомкано, и не удается все рассказать, экскурсия идет полтора часа. Музей находится в самом центре Москвы, это Старый Арбат, в самом центре Арбата, пожалуйста. Каждый час проводятся экскурсии. На сайте, заходите, ребята, официальные странички ВКонтакте, Фейсбук. Он так и называется, музей телесных наказаний. Музей истории телесных наказаний. Валерий Переверзев был у нас в гостях. Спасибо большое. И мне кажется, не последний раз, потому что мы хотели до таких вообще не дойти, но мы вас пригласим обязательно еще раз и дойдем. Или сами придем, молодо.